Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан и сегодня у нас Тиан Гарсия. Насколько я знаю, это один из самых лучших реакционеров. Это видно по просмотрам, это видно по вашим комментариям. Давайте же посмотрим, почему все его так любят. Привет, народ, с вами Тиан Гарсия. Я собираюсь сделать очередную реакцию на великого Димаша. Песня называется «Олимпика». Ее написал Игорь Крутой. В общем, он и вправду крутой композитор. Ну так давайте же начнем. И еще хочу сразу сказать, что Тиан зачем-то убрал музыку и оставил только голос Димаша. Я так и не понял, зачем он это сделал. Но так даже смотрится как-то по-новому. Хорошо. И кстати, это и реакция, и анализ. В своих реакциях я всегда стараюсь охватить все музыкальные стороны. Особенно саму песню. Это то, чем я собственно и занимаюсь. И поэтому мне нравится, что в названии указаны и Димаш, и Игорь. Потому что мы восхищаемся не только одним из самых умопомрачительных голосов. Точнее, самым умопомрачительным голосом, который нам довелось слышать на своем веку. Но еще мы восхищаемся работой композитора. Игорь Бютой. Что бы я не слышал из-под его композиторского пера, это всегда что-то потрясающее и вне всякой конкуренции. И когда композитор такого калибра встречается с вероятно самым лучшим голосом всех времен и народов, то получается поистине великое музыкальное творение, которое мир не слышал ранее. Гармоничные текстуры. Такое футуристичное и в то же время такое классическое звучание. Невероятно! Вот не зря все говорят, что... Не зря все говорят, что он величайший певец. И если смотреть с моей колокольни, то это в первый раз, когда я слышу, что он поет таким триумфальным баритоном. Это настолько эпично, что я не побоюсь назвать это оперным пением. Он всецело перекрашивает свой голос в баритоновую окраску. Возможно, он сильно сдавливает свою гортань вниз. И таким образом придает этот грандиозный оттенок. Если говорить о проделках Димаша, то похоже в этой песне будут пляски от баритона до тенора. Потом контр-альто. Потом меццо-сопрано. И потом сопрано. Вот и гармония. Ох, как эпично! Это легендарно! Волшебно! Сказка! Сказка! Музыкальная гамма, которую Игорь использует в этом разделе, имеет триумфальную и агрессивную военную коннотацию, которую используют многие композиторы в фильмах о войне. Также хочу предупредить, что будут вот такие паузы с черным экраном и белым текстом. Возможно, это мысли Тиана, которые у него возникли уже после реакции. Невероятно! Возможно, вы скажете, что слишком много пауз. Но это же часть анализа. Если бы я послушал этот отрывок и не знал, что это поет Димаш, я бы подумал, что это поет совершенно другой певец. Потому что я никогда не слышал, чтобы он пел в такой баритоновой окраске. Почти как драматический тенор. Я бы в жизни не угадал, что это поет Димаш. Вот что ты будешь с ним делать? Он и вот так тоже может петь. В общем, он такой певец, который способен управлять всеми голосовыми регистрами, что известны человеку. И вот что еще оказывает ему непосильную помощь. Это моя вторая реакция на Димаша с песней Игоря Крутого. И опять же, Игорь создает для Димаша композицию, в которой нет никаких границ. Этот хоровой ансамбль на заднем фоне. Эти ударные инструменты идеально подходят Димашу. Суперские декорации на сцене. Это просто невероятно! Потрясающе! У этой песни есть различные модуляции и тональные изменения, что дает Димашу возможность менять вокальную окраску с одного цвета на другой. И здесь он делает резкий переход вниз и дарит нам этот баритоновый оперный тембр. И на этот раз это более сбалансированный переход, потому что сейчас он переходит в теноровый регистр. Вау! Это была нота до 5. Невероятно! Вау! В этом и весь Димаш! Красота! Я думаю, по всей видимости, он поет в регистре под названием Мецца Сопрано. И очень мало певцов. Какие-то считанные единицы могут попробовать повторить такое. И при всем при этом он делает это так мягонько. Так нежненько. Он как вокальный хамелеон, искусно подбирающий разные голосовые окраски одномоментно. Внутри одной песни. Но что мне нравится еще больше, так это сама композиция. Походу Игорь основательно так заморочился и написал эту песню специально для вокального инструмента Димаша. Поставьте себя на место Игоря. Первое. Полный полет фантазии. Второе. Это человек, который поет четырьмя или пятью разными голосами. И третье. Гармония песни может меняться как угодно. Такое таинственное, такое классическое и такое неземное звучание в одно и то же время. Вау. Вау. Ах. Превосходно. Просто превосходно. Это, это настолько амбициозно с его стороны. И это такая амбиция, которая действительно выполняется, а не амбиция, которая просто есть. Потому что мне в голову не приходит ни один певец, который был бы способен исполнить эту песню. Исполнить эту аранжировку. Все эти переходы. Не только в музыкальном плане, но и в плане вокальных регистров. По крайней мере, на этот час я точно не знаю певца, который смог бы это сделать. С другой стороны, у Игоря вообще не было никаких ограничений, когда он это сочинял. Ведь в его руках был самый лучший вокальный инструмент всех времен. Вот этот человек по имени Димаш. Эпично. Как же мне это нравится. Мне нравится вот этот эффект, где с помощью людей света создается такая аура вокруг Димаша. И для всех нас, кто уже давно знает Димаша, это уже звучит привычно. Но ведь это не нормально. В мире Димаша это еще нормально. Но это же совсем в другой галактике. Для нас это непостижимо. Это целый новый другой мир. И в своих реакциях, хоть они и очень часто блокируются, но я все равно трачу время и делаю их. Потому что я не хочу, чтобы его голос стал чем-то обыденным. Я даже думать не хочу, что его голос для нас когда-то станет нормальным. И сама композиция этой песни хороша. Но без этого голоса она не звучит так величественно. Она как будто неполная. И он, он дополняет ее своим волшебством. А ведь здесь по сути нужны три величайших вокалиста. Это баритон, тенор и мецца сопрано или сопрано, чтобы исполнить эту песню на таком же уровне. И это еще большой вопрос. Смогут ли они спеть эту песню так же прекрасно, как этот парнишка стоящий перед нами? Тамаша. Бастал, да? В этом разделе Димаш находится в регистре колоратурного сопрано, что очень близко к пределу оперного сопрано. Я и так уже был вполне счастлив, но этот джентльмен никак не угомонится. Будучи на такой сверхвысокой ноте, он ведет еще одну повыше. Взял вот эту ноту. И потом... Вот это высшина! Надо прекращать сравнивать его с другими певцами. Это же реально, вообще другая планета. Из другой галактики. Дамы и господа, все, что происходит здесь в вокальном плане, совершенно уникально. Это превосходно. И я влюбился в эту песню, которая абсолютно не похожа на другие песни. И разница не только в том, что остальные песни не такие громадные в плане величины. Здесь я слышу величественные ритмичные элементы поверх всей гармонии и композиции. И еще голос Димаша, который украшает эту песню своим волшебством. Все так кинематографично. В высшей степени кинематографично. Сейчас он вновь поет как баритон. Мне очень нравится хор, выступающий в роли противовеса в определенных частях песни. Я не прокомментировал этот момент должным образом, потому что я в экстазе от голоса и композиции. Но вот эти контрапункты, в которых звучит хор, они наращивают песню и придают настолько сильное кинематографичное звучание, что можно было использовать этот трек в любом фильме. Здесь столько эпичности, что хватит на все фильмы вместе взятые. Не зря ведь песня называется Олимпико на канцена. Он поет как баритон. И впечатляет даже не сам этот факт, а то, что он поет так мощно и высоко, и при этом умудряется сохранить плотность звука. Я могу петь эти ноты, но у меня не будет такой же плотности, как у него. В этом и весь Димаш. Более того, он делает это не только в регистре баритона, но и в других регистрах. Это дизонанс, находящийся в задней части гортани, который создает этот тон. Невообразимо, Димаш! Невообразимо! Вау! Боже мой! Это был даже больше, чем просто тенор. Ну а как вам такое, меццо-сопрано? А теперь сопрано. Это был вояж от баритона до тенора. От тенора до меццо-сопрано и от меццо-сопрано до сопрано меньше, чем за минуту. Как? Как? Я вынужден это остановить, потому что знаю, что сейчас будет что-то с чем-то. Что ж ты вытворяешь, Димаш? Он – это просто живое оскорбление для других певцов. Мы все реально унижены, потому что после такого нахрен мы вообще кому-то сдались. Ну кто теперь поверит, что мы певцы? Походу, нам всем пора на пенсию. Слушать его и приятно, и больно. Будем всей толпучкой штопать реакции на Димаша. А что теперь делать? Да мы даже не понимаем, что такое петь. Опять ты за свое. Вот за что ты так? Я бы так никогда. Даже пытаться не буду. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Дамы и господа. Это что-то ненормальное. Это настолько поразительно. Это так эпично. Это величественно. И это было крайне амбициозно. И это не просто амбиция на пустом месте. Это стремление, которое становится явью. Я не могу технически объяснить, что он делает. Представьте, что собрали четырех величайших певцов со всего мира. И они выдали свой самый-самый максимум. Вот тогда более-менее получится сделать то, что сделал этот молодой человек. Гребаный стыд. Почему у этого видео только четыре с половиной миллионов просмотров? Да здесь должно быть минимум миллиард просмотров. Весь мир должен говорить о нем. Весь мир должен услышать его. Поэтому я и делаю эти реакции. Хоть их и блокируют время от времени. Но все должны знать, насколько Димаш необыкновенный певец и удивительный исполнитель. И также не надо забывать про Игоря Крутого. Который является его верным товарищем в этом музыкальном приключении. И дарит нам эту чудесную музыку. Меня зовут Тианг Гарсия. Я преподаватель по вокалу. Продюсер и певец. Хотя после пения Димаша мне стыдно так называться. Подписываемся на мои социальные сети. Напишите, если еще хотите послушать Димаша. У меня все. До новых встреч. Я тоже делаю эти переводы, чтобы Димаша услышал весь мир. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.